Ребята, всем привет! С вами, как всегда, Валентин Чернов. Сегодня у нас будет довольно-таки интересный ролик для тех игроков, которые либо построили уже ловушки, ловушечники. Кстати, здравствуйте, это мой стул. Также для тех игроков, которые планируют построить ловушки, и для тех игроков, которые начали уже их строить. Для тех игроков, которые уже их построили, этот видос будет ответом на вопрос, «Ммм, почему моя ловуха не хавает? Почему у меня убегают лидеры? Почему у меня войско... Чё войско? Ну, почему у меня куча гроба и так далее?» Для тех игроков, которые планируют построить ловушку, это будет ответом на вопрос, соответственно, сколько плюс-минус по времени, по самым, по деньгам это выйдет. И для тех игроков, которые уже, ну, кстати, еще возвращаясь к игрокам, которые только планируют построить эту ловушку, стоит ли вообще ее делать? И третий вопрос, это для игроков, как раз-таки, которые уже начали ее строить, блин, а стоит ли ее достраивать и к чему, соответственно, стремиться? Вот этот вот пример, вы, кстати, прямо сейчас видите количество мощи у этой ловушки. Это ловушка Аре Джон До, ссылка на его канал будет в описании, но сразу говорю, это англоязычный ютубер, 1600 подписчиков, ну и дабы он предоставил такой хороший, так сказать, материал для обзора, конечно же, ссылки на его канал я обязательно выложу. Итак, ловушка у него 37 миллионов мощи, шмот, камни и количество войска мы разверем по ходу просмотра видео. И первое, кто нападает на нашего ютубера, это игрок 99 лямов мощи, который, собственно, является легкой целью, от которой никаких потерь практически не будет. И здесь как раз-таки нам открывается первая информация про эту ловушку, это количество войска. Просто посмотрите, 8 миллионов 300 тысяч войска на 37 миллионов мощи. Это, блин, я, наверное, выключу сейчас звуки с этого, с Нокса, с Блюстакса, потому как там постоянно что-то происходит, я собираю ресурсы, делаю ПГ. Так вот, 8 миллионов 300 тысяч войска. Это ответ на вопрос, что и сколько примерно войска нужно клепать. В дальнейшем, давайте, в принципе, сразу же даже посмотрим эту атаку следующую. Эта атака у него будет, на него будет нападать 900 лямник. 900 миллионов мощи в 375 тысяч Т4 будет в него заходить. Здесь мы сразу же также увидим его шмот. Шмот нашей ловушки, и заметим то, что он поджимает буст 50%, потому что игрок действительно сильный. Самое интересное, что он его схавает. Но, заметьте, у этого игрока на 57 уровне у него не одеты 60-е шмотки, а я так понимаю, что они там есть. У него идет раз, два, три, четыре, пять. Пять оранжевых шмоток, одна золотая и две фиолетовых. Это шмотки до 60-го уровня. Представьте, какие могут быть шмотки на 60-м уровне. И также обратите внимание на камни. У него стоят один камень золотой на пехов, два камня на коней, два на луков. Соответственно, раз уж ты начинаешь ставить золотые камни, логично предположить, что все остальные камни в твоем шмоте фиолетовые. И у него все камни фиолетовые, кроме нескольких камней, которые золотые. Представьте, насколько там большой стад. Итак, давайте надо сильно не останавливаться на этом моменте. Мы сейчас дойдем до того момента, где он откроет боевую сводку и мы посмотрим, сколько у него потерь. Итак, соответственно, он захватил лидера этого 900 лямника. Можете сейчас посмотреть, какой шмот у этого 900 лямника. И мы видим отчет. У него 360 тысяч войска в больнице. 360 тысяч. Теперь представьте, что вы строите ловушку, как большинство подписчиков, которые строят ловушку и пишут мне О, Валя, у меня 4 ляма войска, сколько я смогу принять? Представьте, что здесь будет 4 ляма войска, соответственно, в 2 раза меньше. Потерь чисто теоретически будет в 2 раза больше. И это не 360 тысяч, а округлим до 700. И точно так же у большинства людей, которые пытаются построить ловушки, нету золотых камней. Если только это не старый какой-то аккаунт, на котором мощи плюс-минус 100 миллионов. У них нету золотых камней, у них нету оранжевых золотых шмоток. Шмотки там либо зелено-синие, если абсолютно без доната. Если какой-то донат был, ну такой минимальный, то это сине-фиолетовые шмотки. Здесь у нас 8 миллионов войска, 360 тысяч потерь. Вычитаем 4 миллиона, получаем 700 тысяч потерь, уже 100 тысяч гроба. И, соответственно, можно вычесть плюс-минус 100-150% от стата атаки каву, пехов, кавалерии, пехоты, луков. И плюс еще атаки армии от каких-либо шмоток, например, от темной гиды. Суммарно мы получим больше ляма потерь. Это ответ на вопрос, к чему, к какому количеству войска нужно стремиться. Далее, также в видосе я просто покажу отчет, где на него пошел парень с мощью плюс-минус 500 лямов. Он выбрал правильное построение, зашел луками. Луками на пехотной фаланге. Само построение правильное под тот тип войска, которым он заходил. Он полностью его не схавал, наш Джон До. Он схавал лишь большую часть, но выжило 33 тысячи солдат. И все равно у него были потери 240 тысяч войска. И он полностью его не сожрал, учитывая, что у него 8 миллионов войска. И у него стат идет плюс-минус, я думаю, больше 350 точно. Итак, давайте, так сказать, подведем такой маленький итог. Первое. Для тех игроков, которые уже построили свои ловушки, задаются вопросов. Валя, почему я не могу схавать? Почему меня поджигают? И так далее. Ребята, у этого человека стат 350%. У этого, ну, примерно, я так думаю, что 350%. Далее у него 8 миллионов войска. Ну, единственное, что ему не хватает, это академии. И кто хочет, ссылка будет на видос полный в описании. Посмотрите, у него 22 академика. Кому интересно, у кого есть твиннг, можете посмотреть, какой уровень атаки армии можно развить. Возможно, из-за этого, как раз-таки, у него не 350%, а меньше. Потому как у него нет, там, скорее всего, 9-10 технологий на атаку. Это плюс-минус, там, может, процентов 70. Ну, окей, пусть у него будет 300. Что-то там сделать надо у тракториста. Так вот, у него 300% атаки идет. Ну, общая атака Акавы, Луков, Пехов. И у него 8 миллионов войска. Теперь посмотрите на вашу ловушку, которую вы построили, и ответьте на вопрос. Лучше ли он? Тем более, он даже не хавает. Я думаю, что большинство из вас напишут в комментарии, блин, а у меня 4 ляма войска, вот почему я не хавал. Блин, а у меня стат всего лишь 200, у меня зелено-синие шмотки, вот почему я не хаваю. Далее, для тех игроков, которые только планируют построить данную ловушку. Если примерно все 25-е поместья у вас построены, то крафт 1 миллиона войска выйдет... Да, блин, стул меня задолбал. Плюс-минус крафт 1 миллиона войска выйдет в 100 тысяч самов. Это набор за 1500 рублей, за 300 и за 1200. Это будет плюс-минус 80 самов, ну окей, еще один набор за 300. Суммарно получим 1800 рублей на тренировку 1 миллиона войска. Без ускоров, это просто если с магазина брать. Далее, 1800 рублей это 1 миллион, соответственно нам нужно 8. Переходим, в меню пуск пишем, на шикарной механической клавиатуре, которую я зря купил, 1800 умножить на 8. Получаем 14400 рублей только на самоцветы для тренировки войска за самоцветы. Это при учете, что у вас уже есть все 25-е поместья, кстати, которые тоже нужно построить, между прочим. А далее, нам нужны шмотки. И шмотки вы можете заметить, что у него явно покупались угли. Навряд ли он с ивентов вытащил 10 золотых углей. А у него покупались угли. Угли? Ну бывает. У него покупались угли, он их открывал, ему везло. У него плюс-минус там потрачено, я думаю, 5-6 золотых углев. Я уж так скажу. Далее, соответственно, сам донат в шмотке, сколько раз нужно покупать материальное безумие. И даже сколько раз нужно его купить, чтобы вам залачило и собрать такие довольно-таки неплохие шмотки. Тот же шип ужас, а мне вообще не дает семечка, у него же 2 флакона оранжевых. Плюс можете. Кстати, кому интересно, 5-6 золотых углей. Просто перейдите в мастерскую и посмотрите, сколько нужно углей для того, чтобы заградить те шмотки, которые у него есть. Те 5 шмоток до оранжевого цвета. Ну, мне почему-то кажется, что там по каждому по золотому углю надо. Далее. Камни. Сколько времени вам понадобится потратить, чтобы собрать все фиолетовые камни и собрать все золотые, ну, хотя бы часть золотых. А ведь этот парень не принял чувака с 500 лямами мощи, который просто зашел на правильные фаланги. Он его не схавал до конца. Этот человек получил отчет, в принципе, ему после этого, либо стоять в щите как-то прям, знаете, прям, либо постоянно в щите сидишь, либо ты сидишь и просто мониторишь постоянного аккаунта. То есть не будет такого, что отошел на 5 минут. Соло-ловушка за 5 минут разбивается в 10 рил. Здесь такого, даже здесь такая ситуация возможна. Это что касается тех игроков, которые только планируют собрать ловушку. Либо вы очень долго будете это делать, и вас просто это, вы просто психанете, как в свое время сделал это я. Я был без доната, я просто пошел смотреть кино, потому что мне это надоело. Потому что это бред, это реально очень долго. Накопить 800 тысяч самоцветов, ну, сами попробуйте. И, соответственно, короче, донат камни, донат шмотки, донат самоцветы на тренировку войска. Может быть, какие-то ускорки вы будете покупать. Но в любом случае, плюс-минус, кому интересно, можете посчитать, написать ваше мнение в комментариях, сколько денег тут было потрачено. Ну и плюс, все равно эти, даже если мы посчитаем какую-то цифру, эта цифра может быть в разброс. Он мог открыть 1000 коробок, он мог открыть 10 коробок. В одном случае ему повезло, в другом нет. Ну да ладно. Окей, и погнали к тем игрокам, которые только начали строить ловушки уже в процессе. Как раз-таки то, к чему стоит стремиться. Это хороший стат, либо надеемся на удачу, либо донатим, либо просто-напросто долго собираем шмотки, камни, и, соответственно, крафтим войско 8 лямов. И то, эти 8 миллионов при таких шмотках полностью съедать правильную атаку не будут, как мы можем видеть здесь. Неправильные атаки, да, там какой-нибудь кавы в луку, ну хотя здесь вот, здесь даже пехи принимали луков. Такое. Поэтому понимайте, на что вы идете, когда клепаете ловушку, понимаете, какие, что нужно изменить уже в вашей построенной ловушке, и, соответственно, думаете, стоит ли вообще делать эту ловушку. Как раз-таки на примере этого чувака Джон До. Ссылочка, как я уже говорил, будет в описании, с вами же был, как всегда, Валентин Чернов. Спасибо большое, что посмотрели, если вам такой видос понравился, то, в принципе, у нас на ютубе довольно-таки много ловушек, если они не будут ставить мне эти страйки, там, всякие жалобы писать за то, что я их видосы использую, то мы можем даже иногда такую рубрику проводить, разбор ловушек и как они построены. Потому как это отличный пример, 37 лямов мощи, 8 миллионов 300 тысяч войск и нереальный стат, и, ну, и, в принципе, все. Ладненько, всем спасибо, что смотрели, с вами был Валентин Чернов, серия, я не знаю, как я ее еще назову. В общем-то, всем большое спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok